И через две недели остановился Рафик у моей студии, оттуда рабочие вытащили вот такие целлофановые пакеты, и там было наклеено сантиметр, полтора, полтора, два. Восемь мешков подарил Андрей Разбродин, и это хватило даже осталось. Перья не должны вести себя сами по себе, ими руководят аниматоры, которые одушевляют этот персонаж. И если он загибает перо, то оно должно держать форму, поэтому свинцовая поляга под каждым пером. Поэтому мы так долго делали куклу. Вот такой вот. Можно вопрос? Да. Спасибо вам большое за мультфильм, но я правда урыдалась, я не знаю почему, А почему я вот все время плакала? Урыдались? Да. У вас хорошее, доброе сердце. А почему сначала было смешно, а потом не так смешно? В жизни так же бывает. Ну, в жизни так бывает, да. Сначала смешно, потом не очень, да. Я по себе знаю, я по себе знаю. Вот мне через неделю, мне исполнится 75 лет. Когда я был такой, как ты, мне было смешно. А сейчас не так смешно. Ну, так бывает, так бывает. В жизни есть разные стороны. И не всегда, ну, как бы я, когда в интернете я читаю отзывы о мультфильме, говорят, посмотри, такая ржачка. Одна другой советует. Но не всегда в жизни есть место ржачки. Иногда надо над чем-то задуматься. И я, так как у нас процесс длительный, по кадровая съемка в мультфильме, то делать мультфильм только для того, чтобы кто-то поржал, мне это неинтересно. Когда-то я сделал мультфильм «Леточий корабль». Там и смешно есть. И мой внук, который досадует, говорит, дедушка, ну, дедуля, он говорит, что ты делаешь серьезный? Ты же можешь делать смешные. Что тебе, не смешно? Я говорю, не смешно. Это тебе ответ. И я делаю как бы на серьезные темы, которые меня сегодня волнуют. Вот если завтра придете, я вам покажу взрослым. Последний свой фильм «Слушая Бетховена», который я сделал. И по счастью получилось так, что 28 лет тому назад на Каннском фестивале за свой фильм «Выкрутасы» я получил «Золотую пальмову ветву». И через 28 лет я сделал «Слушая Бетховена». И фильм был отобран на Каннский фестиваль в такую престижную программу «Двухнедельник режиссеров». Это фильмы лучших режиссеров мира, куда вошел мой фильм «Слушая Бетховена». И мне было отрадно, что через 28 лет я повторил свою профессиональную планку. Для меня это было важно. Спасибо. Спасибо.